А свой поздравительный адрес готовится представить вашему вниманию командир педагогического отряда исторического факультета Целиков Вадимов. Аплодисторический факультет проигрывал Лимпопо со счетом 0-6. Командиру педагогического отряда нужно было исправить положение. В честь 15-летнего юбилея Лимпопо я решил поздравить следующий адрес. Проспект Ленина, 69. Уважаемый педагогический университет, я хочу подарить тебе свою расшифровку аплемиатуры Лимпопо. Лучший, интересный, молодой, перспективный, отзывчивый педагог. О как! Еще, университет, я хочу подарить тебе сладкого, ведь горький у тебя уже есть. Хочу пожелать всем студентам, а особенно студенткам, успешно сдать сессию. А преподавателям хочу пожелать, чтобы они не делали подарков вооруженным силам Российской Федерации. Дорогой вуз, я хотел бы тебе подарить машину, но, к сожалению, бюджет вожатого, как сериал, посмотрел и заплакал. Следующий подарок, моя расшифровка аббревиатуры ЧГПУ. Челябинск, город педагогов. У как! И напоследок, родной университет, хочу пожелать тебе, чтобы и через 70 лет Лимпопо оставался таким же прекрасным и юным, как все мы в 15 лет. После поздравления университету положение историков улучшилось. Счет стал 2-12. Вадик продолжил. А еще с юбилеем Лимпопо я хочу поздравить лагерь, в котором я работал. И я хочу подарить лагерю свои дополнения в его устав. Пункт первый. Каждую вторую субботу смены проводить в лагере праздник День Примирения. В праздник День Примирения дети из 8-го отряда примиряют одежду детей из 1-го. Пункт второй. Запрещается передвигаться по территории лагеря после 22.00. Примечание. Пункт не распространяется на воспитателей, вожатых, а также на муравьев и медведя. Пункт третий. Категорически запрещается прятать медведя у себя в отряде. Пункт четвертый. Повесить на трансформаторной будке табличку «Не влезай, убьет». Пункт пятый. Повесить внутри трансформаторной будки табличку «Ну что, убедился?» Пункт шестой. Запрещать прятать скоропортящиеся продукты в дуплах и норках. Примечание. Пункт не распространяется на медведя. Пункт седьмой. Категорически запрещается просыпать на завтрак и проливать на обед. Пункт восьмой. Вожатым категорически запрещается нецезурно выражаться. Автоматически запрещается говорить о сборной России по футболу. Пункт девятый. Детям разрешается менять лапу медведя в случае полного иссасывания предыдущих. Пункт десятый. Детям категорически разрешается любить вожатого, участвовать в общественных мероприятиях, иметь чувство юмора и смеяться. Примечание. Как говорит медведь, смех продлевает спячку. И заключительный пункт. Считать все вышеперечисленные пункты шуточными. И медведя тоже. После поздравления лагерю умерла последняя надежда. Счет стал 0.15. 0.15. 0.15. 0.15. 0.15. А, все понял. 0. Это количество людей в зале, которые мне не аплодировали. А 15, это же, конечно же, юбилей Лимбопо. С праздником! Поздравляю! Все необходим исторический факультет.